сторону гаврилович его наносил и сейчас возвращается назад а здесь несется несется шведчиков он штрафной шведчиков прострел опасно один один ноль батэ забивает вот это да и кто это делает кто это делает олег никифоренко и сейчас бежит на тренеру минского динамо и сейчас вадим виктор и скрипченко ведет себя очень плохо а может быть мы не будем делать от сметки и олег екифоренко делает цифры на табло 1 0 и провоцирует сейчас 10 номер батэ говорил он в деле и подача соколовские скидка не очень опасно и вот момент удар 1 1 ну вот так вот забивает динамо на старте 2 тайма грузит мяч штрафную удар гола удары 21 батэ забивает точнее автогол ну что неужели нас ждет дополнительное время цифра на табло прострел не будет никто 3-2 и два по сумме двух матчей динамо снова впереди и 2-2 у нас сейчас на динамо юни ники фаренко выход один в один подкат двойной от защиты динамо падение еще момент удар и это 3-2 батэ на последних секундах тут параллельно еще кто-то очень плохо себя ведет из лавки запасных борисовской команды подбежать смотрим еще раз здесь вдвоем подкатились и как швечков разобрался из носка ну голы сегодня просто на загляденье что один старый что 3 разбег удар мартынова перекладину мяч сетки 1-0 батэ повел в серии пенальти ну что ждет быков разбег удар 1-1 великолепное исполнение быкова точно в угол разбег удар в тот же угол что и быков так же уверенно переговор разбег удар в один угол бьет 2-2 пока безукорительное исполнение разбег ники фаренко удар перекладина вот это да вот это разворот не забивает разбег 3-2 динамо выходит вперед в один угол бьет динамовцы разбег удар поворотом по центру пробивает и поставляет свою команду в игре и лёшин или дергачёв милёшин в тот же угол в тот же угол пробивает павел милёшин ну и сейчас все предельно просто развязка серии пенальти ручья чиками от низом и забивает продолжаем дальше последний удар у динамо и теперь удар минск идет полуфинал драматический момент ну и куча мало тут падают щиты рекламные прорывается